МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники Хакасского национального краеведческого музея готовят к путешествию в Москву уникальный экспонат. Секретер 18 века, где его отреставрируют в художественном центре имени Грабаря. Пол миллиона рублей на восстановление секретера музей выиграл в качестве гранта по федеральной целевой программе «Культура России». Еще 100 тысяч на транспортировку экспонатов в Москву выделены из бюджета Хакасии. Напомним, секретер входит в состав коллекции Ирины Карачаковой. Он был выполнен крепостными мастерами по английским образцам. Корпус изготовлен из дуба, облицовка из орехового дерева и вишни. Время не пощадило уникальный предмет страховой стоимостью около 3 миллионов рублей. Есть сколы на полировке, повреждены ножки и фурнитура. Секретер стал пятым предметом коллекции Ирины Карачаковой, отправленным на реставрацию. До этого восстанавливали гебелены, столики и буфет. Московский реставратор, командированный в Абакан, показал два потайных ящика, о существовании которых наши музейщики и не подозревали. Он также проконсультировал местных художников, как правильно подготовить секретер к транспортировке и рассказал, какие детали мебели будут отреставрированы. Очистка от загрязнений, циклевания. Конечно, реставрация также начинается с фотофиксации и выполнения реставрационных паспортов. Также замена накладок металлических, бронзовых и фурнитуры, ручек. Замена сукна на столешницы. Сегодня завершилась акция «Вместе с Вести». Напомним, благотворительный сбор вещей мы объявили неделю назад. И наши телезрители помогли одеть буквально целое село. Хызыл-Салда Алтайского района малое, всего 27 жителей. Тем неожиданней для них оказалось внимание к их проблемам и желание помочь абсолютно посторонних людей. Идея помочь целому селу появилась совершенно случайно. В районном управлении соцподдержки нам рассказали о деревне, в которой всего 9 домов. И почти в каждом нужда. Объявляя акцию по сбору вещей вместе с «Вести», не особо рассчитывали на отклик и ошибались. Сразу же после эфира телефон разрывался от звонков желающих помочь. Вещи стали приносить и в редакцию. А вы знаете, а мы везде помогаем. Я думаю, это характер русского народа, русской души. Вот к китайцам приедешь, скажешь, ой, плохо, плохо, плохо. А они скажут, да, плохо. Ну, это ваша карма. Разбирайтесь с ней сами. А мы маленько не такие. Были и те, кто не мог прийти сам и слезно просил забрать вещи из дома. Отказать мы не могли. Я выросла на Смоленщине. После военных годов босиком и голодные ходили. Поэтому я не могу не помочь. С каждым днем вещей становилось все больше. Подключились и организации. Управление культуры молодежи и спорта Абакана не осталось безучастным. Мы услышали про акцию Вися Хакасии и решили ее поддержать. В этой деревне, куда мы собрали вещи, там очень много детей. И мы решили поддержать вот таким образом хотя бы какой-то маленькой доликой этих детей и их родителей. Выезжаем в село ранним утром. Там нас уже ждут. Одни женщины, мужчины на работе, дети, без малого половины жителей всей деревни в школе. Очень трудно. Здесь для женщин работы нет. В совхозе, как бы, мужчины работают в совхозе. И вот зарплату задерживают. А нам, как бы, никуда не устроиться. Приходится дома сидеть. Ну, Бага, как бы, свой огород вручает. Среди собранных вещей самое нужное сегодня. Верхняя одежда, обувь. О, сапоги. Дочи сапоги взяла. У нас, как бы, с района отправляют. Только не конкретно, адресно, допустим, в село, как вы приехали. Я думаю, здесь вещи, которые вы привезли и детям, и взрослым. Ну, кстати, и очень пригодится. Это доброе дело. Конечно, на встречу с нами пришли не все. Кто-то просто застеснялся. Но женщины пообещали, помощь дойдет и до них. Вещи разделят по-соседски. Спасибо вам за помощь, что вы приехали, что привезли. Мы довольны. Кстати, то, что осталось. Вещи для самых маленьких, новорожденных, мы отвезли в районную соцзащиту. Они тоже уйдут по адресу. Так что еще одной семье помогут наши телезрители. Вместе с Вести. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. После новостей смотрите рубрику интервью. Кем пойти учиться? Ответ на этот вопрос мы сегодня будем искать вместе с Натальей Кеберле, начальником отдела профессионального образования Министерства образования и науки Хакасия. Оставайтесь на канале Россия 24. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин